День, когда Церковь, когда дети Его приходят пред лицо Его, когда мы славим Его имя, когда мы наполняемся Его присутствием, Его любовью. И когда Бог может ещё-ещё раз о чём-то сказать, о чём-то проговорить. И я верю, что мы для того, в общем, где-то и для того тоже собираемся, чтобы, придя в Его присутствие, реально придя в Его присутствие, не уйти отсюда прежним. Не уйти отсюда такими, какими мы пришли. И это всегда лежит в моём сердце, это всегда находится на моём. Поэтому мы будем говорить сегодня о чём-то, о чём говорит Господь, о чём говорит Его Слово. И мы окунёмся, мы пойдём тоже сегодня в Его Слово. И у кого с собой Библии могут открыть вместе со мной Первое Коринфянам? Смешно? Кто с собой носит Слово Божие? Кто с собой носит свою Библию? Аллилуйя! Аллилуйя! Вы можете вместе со мной открыть Первое Коринфянам, Четвёртая глава. И мы будем читать с первого стиха. Там просто находится то, о чём мы сегодня поговорим. Но я хочу сегодня прочитать вам это слово, потому что оно связано всё равно. Написано так, с первого стиха. И вот так должны думать о нас, как о слугах Христовых, которым доверены тайные истины Божьи. Знаете, послание Коринфянам, это Павел, он писал в Коринф к церкви. Церковь была довольно сильная, прогрессивная, мощная. Знаете, как и в наше, наверное, время, там, ну, церковь состоит одна из людей, да? И, что называется, делайте поправочку. Делайте поправочку. И Павел, он писал к церкви, он писал к братьям, он писал к сёстрам, он писал к служителям. И он делал корректировку, он говорил с ними о том, как важно не отступать от каких-то определённых истин Божьих, как важно двигаться именно в том направлении и не уклоняться ни направо, ни налево. И были вещи, когда он даже очень строго говорил о каких-то моментах, да, когда он выговаривал им, когда он им просто говорил вообще, что у вас происходит, что у вас вообще происходит. И он пишет, что, он пишет, как должны о нас думать, как нас должны видеть в этом мире, как слуг Христовых, которым доверены тайные истины Божьи. От тех, кому доверено что-то, требуется быть достойными доверия. «Но мне не важно, вы будете судить меня или любой другой суд человеческий, и сам я так же не осуждаю себя, ибо моя совесть чиста, но не по этой причине я оправдан». Он говорит, «Моя совесть чиста, но на самом деле не по этой причине я оправдан». «Господь мне судья, а потому не судите ни о чем, пока не настало надлежащее время. Пока не придет Господь, Он озарит светом сокрытое во тьме и сделает явными побуждение сердца. Тогда Бог воздаст каждому хвалу, какую тот заслуживает. «Братья, ради вашего блага я все это применил к себе и к Аполлосу». То есть человеку, который замещал Павла в Калимской церкви в определенные времена. «Чтобы на нашем примере вы могли понять, что не надо идти дальше того, что написано в Писании. Не мудрствуйте более того, чем это о вас говорит Слово Божье. Чтобы вы не исполнились гордыни и не отдавали одному предпочтение перед другим. Кто говорит, что ты лучше других? И что ты имеешь такого, что не было тебе дано? А если все было тебе дано, то почему ты хвалишься этим, как будто это не был для тебя подарок?» Знаете, что произошло в церкви? Люди получили дары от Бога и началось превозношение. Более того, не просто началось превозношение, кто-то начал выделять из-за дара, да? То есть, о, так у него там, через его молитвы такие исцеления происходят. Через молитвы этого человека вообще еще что-то происходит, да? И началось вот такое, и эти люди начали принимать на себя даже хвалу, принимать. И он говорит, а чем ты, собственно, хвалишься, как будто это было твоё? Не хвались, как будто это было изначально, ты родился с этим. Тебе это подарили. Тебе нечем похвалиться вообще. И он делает корректировку, он делает определенные моменты. Вообще, знаете, в этом послании, именно вот в этом отрезочке буквально, столько таких очень важных элементов, буквально в 14 фразах, очень много. И если вот так углубиться, сколько вообще мудрости, сколько таких, они маленькие, они такие очень ёмкие, да? Но это ключи, реальные ключи вообще к движению, к силе, в которой двигались апостолы, к тому вообще, в чем они жили, и почему у них что-то действовало, а что-то не действовало. И мы говорим, что мы хотим двигаться, мы хотим возрасти, и мы хотим, чтобы Божья сила, она изливалась так через церковь, чтобы, по сути, мы должны уже строить на основании апостолов, да? На том, в чем они ходили. Церковь сегодня, если бы она хотя бы была на уровне того, что апостолы, и начала двигаться в будущее, вы не представляете, что бы было. Мы даже, на самом деле, мы даже не нюхали, что может вообще быть. Мы просто понимаем, что есть какие-то вещи гораздо, гораздо больше, и мы хотим, мы, мы хотим в это двигаться, мы хотим видеть эти чудеса и знамения великие просто. И когда не просто один-два человека, да? Когда ты встал один среди площади и покаялась, и приняла водное крещение, три тысячи человек. Я хочу. Я не знаю, хотите вы или нет, я хочу. Сейчас вы думаете, что у вас есть все, что вам нужно. Вы уже богаты и без нас стали царями. В церкви началось, знаете, такое? Царевание. Царяки появились. Появились такие вот, ну, правители. Им захотелось, им захотелось значимости, какой-то значимости. И я бы хотела, чтобы вы на самом деле были царями. Чтобы вы царствовали в том понимании и том разумении, как это подразумевает Бог. На самом деле Бог говорит, что мы цари и священники. В этом мире, да? На этой земле мы царственное священство. Но в то же время Бог говорит, да, мое царство вообще не от мира этого. Причем здесь вообще твое влияние политическое какое-то или влияние финансовое в этом мире. Потому что мое царство вообще в другом измерении, в другом элементе. На что церковь превратилась и зачем она гоняется? Я хотел бы, чтобы вы на самом деле были царями. Он говорит, тогда бы и мы поцарствовали вместе с вами. Ибо мне кажется, что Бог сделал нас, апостолов, последними из последних. Осужденными на смерть. Ибо мы стали зрелищем для всего мира. Для ангелов и для людей. Мы глупцы ради Христа. Написано в Синоде. Мы безумны Христа ради. Вы же так мудры во Христе. Мы слабы, а вы так сильны. Вы в почете, а нас презирают. И до ныне мы терпим голод, томимся жаждой. Едва деды нас избивают, мы бездомны. Мы тяжко трудимся собственными руками. Когда нас поносят, мы благословляем. Когда нас преследуют, мы терпим. Когда нас хулят, мы утешаем. Мы как отбросы для мира. Прах, попираемый всеми по сей день. Он говорит дальше. Я пишу это не для того, чтобы вас устыдить, но наставляю вас, как своих любимых детей. Апостол пишет очень важные моменты, очень важные элементы. Он пишет о каких-то вещах, в которых он каждый день живет, в которых живут апостолы, настоящие апостолы. А вы знаете на минуточку, что все абсолютно ученики Иисуса Христа называются апостолами. Еще раз. Для тех, кто не понял. Если ты ученик Иисуса Христа, ты равно апостол. У нас это слово, знаете, иногда вы... Как? Такого не может быть. Кто такой апостол? Как переводится слово апостол? Посланный. Посланный. Посланный Господом для какой-то миссии. Ты тот, кто призван и послан Господом исполнить миссию для Него на этой земле. Тридцать апостолов сидит. В шоке. Потому что они оказываются апостолами. Но то, о чем я сегодня хочу говорить с вами. Я вам скажу. Тут апостол Павел перечисляет присутствующие в норме, присутствующие в жизни апостола элементы. Нас бьют, а мы благословляем. Нас побирают ногами, а мы им благовествуем. Это норма на самом деле для апостолов. Вот это есть норма для апостолов. И то, на чем я хочу сегодня акцентировать ваше внимание, о чем я хочу сегодня говорить с вами. Есть маленькая фраза, есть маленькое такое. Вы знаете, что этой фразе в Библии, в общем-то, нет параллельных мест. Но я хочу сегодня с вами об этом говорить. Мы безумны Христа ради. Он говорит, мы безумны ради Христа. Вы знаете, дорогие, я хочу сказать, что беда на самом деле в том, что Церковь до такой степени хочет быть нормальной в этом мире. Я бы сказала, предательски быть нормальной для этого мира. Церковь так долго старалась притереться к миру, примазаться, заслужить доверие мира, что просто растворилась в нем. Она перестала быть видной, она перестала быть заметной в этом мире. Я вам скажу, что это на самом деле из мира вообще прилезло в Церковь. И потому миром захвашивается, и потому растворяется. Церковь это вообще элемент не этого мира, не этого царства, дети Бога. Это граждане не этой планеты. Я вам скажу, знаете, приезжают русские, ну, постсоветские на территорию другого государства, в Америку, в любой стране Европы. Их видно. И на запах чуть-чуть. И на запах чуть-чуть. Да, да. Да. И это вне Его. Он – это Он. Он – у него так родина пахнет. У него так родина пахнет. Да. 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 Их видно. И, ну, понимаете, духовно, пожалуйста, я не о том, чтобы настало вдруг видно по плоти. И можно было унюхать по плоти. Я не об этом вообще сегодня говорю. Я говорю, безумны ли мы сегодня Христа ради? Так ли мы безумны Христа ради? Знаете, я заговорила о том, что видно, да? Они говорят по-другому. Ну, я вам скажу, что даже иностранца у нас видно, да? Он просто прошел мимо, он разговаривал, и ты услышал другую, ну, другая речь. Не твой язык. Он другим языком говорит, а даже если говорить по-русски, то там акцент такой, что четко понятно. Да, наши люди. Потом, ну, ну, может, даже и одет как-то по-другому. Я вам скажу, что, ну, может быть, европейцы не настолько заметно, да, африканец приедет к нам, среди нас. Четко видно. Чити. Чити. Мои соседи. Да. Ты понимаешь, это гражданин другого государства. Это, ну, он пропитан другой цивилизацией. Он в нем это все говорит через все. Даже через цвет кожи. Иногда, ну. Я говорю, беда. Потому что церковь так старалась завоевать доверие этого мира, что внесено в церковь. Ты должен быть такой же. Даже не то, что такой же. Ты должен стать образцом стандартов этого мира. Да, еще лучше, чем в этом мире. И, знаете, я выросла, в принципе, в церкви, где где, ну, это проповедовалось, где это насаждалось, где было, знаете, а как я могу проповедовать какому-то бизнесмену, если я в ободранных штанах или если я не в гуче, если я не на крутой машине. Как я могу, что я ему вообще, он меня слушать не будет. Типа. А я вам скажу, я была маленьким ребенком, и я видела, как в стиле заброшенном, в захудалом домике развалюшки сидит бабушка, но у которой есть сила, и к ней съезжаются на таких тачках спросить у нее совета, послушать, попросить у нее там помолиться. Я сейчас не говорю о силе, которая на действует. Дорогие, давайте, ну, чтоб не было, чтоб в церкви проповедуются о том, что, ищите бабушку, я говорю о том, что когда у тебя реально есть сила, к тебя будут слушать, к тебе будут ездить за советом, тебя будут искать, тебя за руки будут хватать и будут просить, покажи мне, как мне прийти к твоему Богу, который совершает такие чудеса. Расскажи мне, как я могу с ним встретиться, как я могу с ним соединиться, аж вот так, потому что я вижу через твою жизнь, у тебя что-то происходит вокруг, там, где ты появляешься, все начинает вертеться, все начинает работать, все начинает оживать, там, где все умирает. Вот такой должна быть церковь. А знаете, что это не приходит раньше, чем церковь бы стала безумной, реально безумной ради Христа. И когда мы говорим, мы хотим, Господи, мы хотим двинуться в силу Твою, то мы говорим о том, насколько мы сегодня стали ненормальными для этого мира, но такими, какими нас хочет видеть Бог. Потому что безумие этого мира, мудрость для Бога, так говорит Слово Божье, так говорит Слово Божье, так говорит Господь. Знаете, я интересно, в интересном месте, ну скажем так, меня воспитывал Господь. Я рада этому, я, знаете, я благодарна Богу. Я благодарна за этапы, через которые Бог проводил. И я скажу вам, что наряду с вот таким учением, о котором я говорила, было еще другое. В другую крайность мы кидались. Надо ж, надо ж быть благочестным, показать благочестие, знаете. И я была даже в церкви, где я реально верила, что благочестие измеряется длиной юбки. Я реально в это верила. То есть, если у тебя закрывает юбка, ты благочестив. А если она не закрывает, все. И, знаете, это где-то, ну я сейчас сутрирую, но где-то это похоже. В Америке есть очень распространена одна такая религиозная, ну не знаю, организация, не знаю, как даже называть. Называются Амиши. Вы знаете, у нас тоже они появились. Я вам реально говорю, я в Черкассах, когда увидела, я вот открытым ртом, взглядом провожала. Значит, чем они отвечают? Вид благочестия, силу его отрекшить. Значит, люди ходящие, у них, знаете, у них всегда одежда типа униформы. Ты их не перепутаешь. Ты их не перепутаешь никогда. Да, у них шип, у женщин чепчики на голове, ну, соответственно, длина юбки, там все, и мужчины, мужчины носят бороды обязательно, в обязательном порядке они там, ну, они живут даже, ну, как бы вот в Америке, да, где их, ну, определенное количество, то они живут, они целыми поселениями живут. То есть они отгораживаются от мира, и они живут, и как бы вот этим являет, ну, вроде как то, что они верующие. И знаете, я когда-то видела передачу, почему я о них заговорила, я вам скажу почему. Потому что я однажды видела передачу, причем американская же передача, Амиши в мире, где, ну, проведен был некий эксперимент. Из этой общины людям предложили пожить в мире, предложили окунуться в то, чего они не видели, не знали никогда с детства, то есть они, ну, можете себе представить, в закрытом практически пространстве люди рождаются, они живут на собственном хозяйстве, то есть они дровами топят, ну, вручную шьют, у них, ну, на коне ездят, на тележке, на, реально, реальные люди живут в прошлом веке, позапрошлом веке. Позапрошлом. Позапрошлом. Ну, в общем, и они попадают в мир, причем, знаете, их так жестко поместили, их сразу в Лас-Вегас помезли. И оказалось, что ничем они не отличаются от остальных людей. Когда они сняли с себя эту униформу, оделись в обычную одежду, и стоило им всего лишь сделать один шаг туда, где мир развлечений, там, соблазнов и еще чего-либо, то их внутреннее их не сохранило. Их внутреннее не сохранило. Больше того я скажу, они разбились об этом. Я, ну, там, передача, так, как бы, заканчивается, так, несколько человек, и там, ну, как их судьбы, да, немножечко это, и они потом, ну, просто решили вернуться назад, потому что они разбились об этом, они чуть-чуть не погибли, ну, то есть их морально это разложило, ну, оно-то было внутри. Ты же понимаешь, что это, если у тебя внутри свет, он сохранит тебя. А если твой свет только снаружи, только в твоей одежде, в том, что ты не накрашен, в том, что ты отрастил себе бороду, и ты называешь себя благочестивым, а, знаете, у них еще интересный момент, они, они даже не женятся на, ну, то есть из, они готовы жениться на собственных сестрах и братьях, ну, то есть рискуя тем, что у них там дети-коллеги могут родиться, да, но это вот, потому что те нечестивые по отношению, ну, по сравнению с ними, и оказалось, что, да, ничем они не отличаются. И вот я сегодня говорю, какая сегодня церковь, когда ты выходишь в этот мир, когда ты выходишь, когда ты вращаешься в этом мире, что тебя отличает от этого мира? Я вам скажу больше, я слышала, когда, знаете, люди, ну, опять, делают поправку, люди настолько на самом деле, как пишет слово Божье, лукавы в своем сердце, они вроде бы и хотят бы с Богом быть, да, но они говорят, только пусть никто не знает, только пусть никто не знает, и я тебе скажу, там, где ты находишься сегодня, где ты учишься, где ты работаешь, где ты, где ты вообще бываешь, среди твоих родных, среди твоих знакомых или друзей, чем ты отличаешься от этого мира? Чем ты отличаешься от этого мира? Знаете, я не говорю, мы, послушайте, мы не говорим о реальном безумстве, да, то есть, ну, то есть, бывают всякие крайности. Я говорю о том, что ради Христа, на что ты сегодня пойдешь? Готовы ли мы сегодня ради Христа, там, смелы ли мы сегодня ради Христа, там, где надо быть кроткими и смиренными, и ради Христа быть, наоборот, дерзновенными и сильными, и стоять и говорить, да, я не грешу, потому что перед моим Богом это мерзость. Не потому, что, знаете, мы как родственники собрались и, а что ты не пьешь? Ну, а, желудок больной, ну, типа да. Понимаете? Насколько сегодня церковь, насколько сегодня дети Бога реально готовы быть безумны, ненормальны для этого, ну, в этом мире, не ищущие выгоду себе, потому что для мира ненормально не искать для себя выгоду. А что ты не попользовался этим? А что ты не взял? Все берут? Да ты дурной какой-то. Знаете, я в медицине работала, у нас была возможность, господи, прости, у нас была возможность, что-нибудь, ну, из медицины, медикаменты, или спирт, вата, бинты. О, Костик знает. Свой товарищ, свой брат. Да. И вплоть до хлорки. Ну, ну, там, шара, да, хлорку тебе ж там, что дома туалета нет, по-моему, хлорка дома будет. Да-да какие-то не понимают. А чего ты не берешь? А потому что, когда ты не берешь, они себя неловко начинают чувствовать. Ты становишься изгой, ты становишься где-то неудобен, неугоден. Насколько ты сегодня готов быть настолько ненормальным для этого мира, но нормальным для Господа. Для того, чтобы сегодня, вот тут, на этом месте, могла, наконец, проявиться Его сила, могла проявиться Его слава. Что такое безумие ради Христа? Знаете, я спросила однажды у Господа, Боже, что такое, в самом деле, быть безумным для Тебя? И я была не рада, когда Бог меня начал показывать. Я Вам реально говорю. Почему? Потому что мне пришлось каяться перед Богом. Потому что Бог сказал мне, знаешь, если бы ты была реально ненормальной для меня, то вот там, где собрались родственники на поминки. И кто о чем, а причем половина из них собралась там, ну, есть же повод, понимаете, да? И, ну, в лучшем случае, если там отче наш хотя бы нараспев споет пару бабушек, да, там это, и все, все потупив глазки постоят в это время, ну, поднимутся над столом и постоят. И мне Господь говорит, а ты знаешь, что если бы ты реально была безумна, ты бы встала посреди зала. И всех этих людей уже сегодня ты привела бы ко мне. И я просто я, я каялась перед Богом. И я говорю, ребята, на самом деле церковь еще очень слишком нормальная для этого мира. Нам удобно оставаться нормальными. Мы так долго хотели быть нормальными и казаться вменяемыми, и казаться даже более того не просто вменяемыми, а аж презентабельными в этом мире. Что безумие ради Христа нам кажется неудобным, нам кажется каким-то стеснительным. И я читаю Деяния Святых Апостолов. И я практически вторая глава, да, вторая глава Святых Апостолов, где безумный Петр. В правильном понимании, Бог ж ем, безумный Петр встает. Ровно пятьдесят дней назад твоего пастыря распяли. Все боятся вообще вякнуть. Все боятся вообще хоть что-нибудь, где-нибудь сказать, заявить, что еще недавно и Петр. Я не при делах. Ребята, я вообще, я не знаю, кто это, да. Но потом приходит Иисус. Он ему говорит, любишь ли ты меня? Уровень твоего безумия будет соответственным уровню того, насколько ты готов будешь стать безумным ради Христа. Насколько ты полюбишь его? Настолько... Понимаете, да? Любишь ли ты меня? И встает Петр. И знаете, мы читаем, он не просто встал. Он встает и он орет. Вы понимаете, что он не просто возвысил голос и сказал. И я понимаю, что он орет на всю площадь, начиная с фразы «Я бы не пьяные». Это мы прошли. Он кричит так, что его в состоянии услышать по меньшей мере те три тысячи человек, которые в этот же день покаялись и потом крестились. Я верю, что их было гораздо больше. То есть, ну, ты понимаешь, что не каждый из стоявших на той площади принял слово о Господе. Потому что написано, что для иудеев вообще это... Безумие. Это не безумие, там написано, я тебя... Это оскорбительно. Проповедь о Христе для евреев — это оскорбление в их, это плевок в их сторону. Безумие — это для язычников, для людей этого мира. То как надо орать на площади, чтобы три тысячи человек тебя услышали? И не просто лишь бы что орать. Знаете, можно стать посреди площади и безумствовать. Ну, безумствовать, реально. А я говорю о том, чтобы именно то, то было, что Бог хочет, что произведет силу, что произведет действие, что коснется сердец, что изменит жизнь и что поменяет мозги. Безумием было тому же Петру пойти и начать благовествовать вообще тем людям, с которыми в его обществе даже не сообщали. Смотрели, как на собак. Реально называли собаками. Язычники. Это были, ну, все равно, что низшие существа. Низшие существа. Да, ему потом пришлось объясняться с собратьями. Он потом пришел и говорит, мне Бог так сказал. И там покаялись люди. И, ну, это реально безумие было. Безумие, знаете, я вам скажу, что безумие. Безумие прославлять Бога аж вот так, чтобы поколебалась земля. Знаете, я вам скажу сегодня, ну, множество людей в церквях просят, просят. Надо потише. Надо по стоечке смирно. Надо, надо, чтобы люди из мира, прийдя сюда, не соблазнились. Чтобы они, ну, не убежали отсюда. А я вам скажу, если Бог захватит сердце, они будут бежать сюда. И их будет абсолютно не будет колыхать. Что тут вообще происходит? Потому что, когда сатану прославляют, на рок-концертах прославляют сатану, там реальные штуки, ну, вещи кричатся, там прославление реально идет. И что-то людей не колебает. Никто не убегает. Нет, да. Считают это круто, считают это... Почему благовестие стало, ну, оно и было безумие для мира. Понятно. Церковь, я вам говорю, что, ну, перелом в этих вещах, он сначала должен начаться в самой церкви. Он сначала должен начаться в нас. Перелом, чтобы мы перестали на это смотреть, как на что-то неудобное, как на что-то, ой, неудобно. Чудо произошло. Я типа еще оправдываться должна, что происходят чудеса, знамения. Бог что-то, ну, что-то делает. Мы вот так вот носим в наших сердцах Бога. Реально. Церковь носит сегодня. И я вам хочу сказать, знаете, в Библии столько примеров вот таких, ну... Вы поймите, я не говорю, я не призываю вас сегодня копировать это. Потому что если ты просто тупо возьмешь и скопируешь, а силы Бога там не будет высвобождена, все ерунда, все, все... Ну, то есть, знаете, мы сталкивались даже с этим. То есть, ну, о, да, кормили голодных. Давайте кормить голодных. И так они голодных кормили потому, что эти люди, их столько сошлось, что чтобы их отпустить можно было, и они дошли хотя бы до дома, после того, как они приняли Господа, после того, как они присоединились к церкви, то их надо было покормить. А вы давайте кормить, чтобы, может быть, кто-то из них хоть один над этой миской супа покарился. Понимаете? До чего дошли... Ну, в чем церковь сегодня варится, и в чем она ходит? И вот в том сегодня и момент церковь мы должны, мы должны по-настоящему реально становиться, но безумно, ненормальными для Христа, ради Христа, но так, как Он этого хочет. Понимаете? То, что Он сегодня хочет. Безумие — это... По большому счету безумие — это просто перестать жить ради себя. Безумие для этого мира, безумие в этом мире — просто перестать жить для себя, когда все живут для себя, когда всем удобно и хочется жить для себя. Безумие в этом мире. Безумие в этом мире. Я вам скажу безумие этого мира. Проезжает мимо машина чиновника. Пристаешь к машине, смотришь, там иконки, Библия где-то на панели лежит. Но Филипп это сделал. Едет колесница, сидит в Евнух, между прочим, высокопоставленный там в своем королевстве. Хранитель всех сокровищ написано. Пристает Филипп к этой колеснице и рассказывает Слово Божье и объясняет так, что этот человек сразу с коляски спрыгивает, пошли креститься. Сегодня мы готовы пристать к одному, хотя бы священнику Господа, хотя бы к одному чиновнику и ему благовествовать. Я вам скажу еще безумие. Павла уговаривают, не иди в Иерусалим, потому что тебя там арестуют. И он просит, он говорит, не сокрушайте мое сердце, я должен идти туда. Тебе грозит опасность от того, что из-за того, что ты благую весть несешь, что-то не произойдет, что-то в чем-то тебя откажут, что-то не состоится. Будешь ли ты сегодня настаивать на том, чтобы все-таки нести благую весть, нести весть о Христе? И знаете, я читаю, когда Павел, он попадает уже в Рим, он попадает, да, в Рим, и он пишет, всей страже стало известно, что я сижу здесь за имя Христа, допустить себя посадить, чтобы благовествовать стражникам. не безумие ли это? И Слово Божье говорит, я заканчиваю, я не буду вас терзать больше безумными сценами. Вы все читаете Слово Божье. Я хочу сегодня, вы знаете, мы говорили на домашней группе с сестрами, у нас зашла об этом тема реально, и это классно, когда девчонки говорят, я рассказываю человеку о Господе, и понимаю, что смотрит на меня, там слегонца покашивается и крутит в мозгах, то есть себе отмечает, ты ненормальный, ты ненормальный. Я говорю, ребята, Господи, помоги нам наконец становиться реально ненормальными для этого мира, потому что самое ненормальное для этого мира это слава Господня, это сила Господня. И Слово Божье говорит, мы же проповедуем, что Христос был распят, а это учение оскорбительно для иудеев, язычники же его считают безумием и глупостью для тех же, кто призван, как иудеев, так и язычников. Учение о том, что Христос это сила Божья и мудрость Божья. Спасибо. Спасибо.